Ну что, всем хай! Решил в этот раз разнообразить немного задний план. Теперь вот он такой черный. Можно, конечно, спеть «Мой цвет настроения черный». На самом деле, Тимати меня не прет. Но в каком-то смысле цвет настроения сегодня у меня действительно черный, потому что это объектив черного цвета. А если быть еще точнее, мой цвет настроения 16-35-2.8 L-ечка, красная полосочка второй версии. Вот. Не подумайте только, что я там из нищеброда опять резко, не опять, почему опять-то слово нехорошее применял. Вдруг резко превратился в какого-то зажиточного христианина. Вовсе нет. Этот объектив мне по доброте душевной дал один комрад потестировать. Миша, привет! Вот. Объективчик. Ни разу у меня до такого его не было, такого объективчика. Да и вообще, честно говоря, затрудняюсь вспомнить, когда последний раз я снимал на таких прям сверхшироких углах. На кропе, помнится, пробовала я как-то 17-40, но на кропе, понятно, это совсем не то пальто. Вот. Из что-то такого действительно широкого. Токина 11-16-2.8. Она чисто кроповая линза. И, конечно, на кропе она там дает просраться в том плане, что практически то же самое, как такой вот объектив на полном кадре. Ну, как-то на сверхширокий угол меня никогда не тянуло. И, собственно говоря, жил, не тужил, не обламывался. Есть, не менее, классный, четкий для меня ширик. Это 35, я сейчас на него себя снимаю. Ну, так вот. А тут как-то думаю, а что бы? А если да, то почему бы и нет? И взял, значит, у Мишани этот объективчик, одел я его и отвал башки просто. Короче, как вы понимаете, я испытал дикий такой детский восторг от этого дела. И думаю такой, да, так, 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 надо что-то поснимать, надо что-то поснимать. А что поснимать-то, как бы, я даже не знаю, что на такие широкие углы снимать-то можно, по большому-то счету. Пейзажи, ну, как-то что-то, ну, пока что, видимо, возраст не тот. На пейзаже я не дорос, или просто мировоззрение не то. Как-то хочется что-то такое, ну, природа, она, конечно, живая, архитектура тоже, по-своему, это красиво. Всякие там такие вещи. Но хочется что-то такого, ну, не знаю. И я решил, думаю, не поснимать ли мне там всякую дичь, в том числе с людьми А дел, с другой стороны, не хотелось Вот еще тут Медведева наслушался, там какой-то семинар в записи про рабство фотошопа и все такое Думаю, все, хватит, доколе можно это терпеть, все, буду прям снимать в камерный JPEG А чтобы с цветом не морочиться, ну понятно, там не подбирать баланс белого, там оттенок вот этот, сдвиг Все эти моменты, думаю, сейчас я в ЧБ себе профиль создам, камерный И пойду прям в JPEG, в ЧБ буду шарашить, думаю, ЧБ это не тленочка, думаю, всегда зайдет, особенно для всякого стрит-очка Одеваю этот объектив, недолго думая, дую в парк Галицкого вечерочком и пошел там, значит, снимать Ребята, это космос, космос в том плане, что, во-первых, я снимал, естественно, не по виду искателю То есть вот так вот в камеру не глядел, я глядел в дисплей, то есть от пуза где-то снимал, с более низких точек съемки делал И это прикол в чем? Ты видишь больше, ты видишь пространство вокруг себя постоянно, что происходит И всегда знаешь, куда чего повернуть, чтобы сделать этот самый кадр Это прикольно, кстати, я, наверное, скоро в плане стрит и уличных съемок, наверное, вообще нафиг Ну, именно случайных таких, каких-то более репортажных, моментных Наверное, я вообще от видоискателя отойду Видоискатель хорош, когда ты снимаешь какой-то постановочный сюжет Или там что-то, то, что спрогнозировано, продумано Ну, это мое мнение, я то есть не навязываю никому И вот, значит, надел я эту фиговину И бомба в том, что с этой фигней можно и нужно снимать близко То есть, поскольку она охрененно широкая по углу Ты можешь стоять рядом с человеком По ощущениям, как будто бы от человека объектив отвернул, как будто он не попадает А на самом деле человек попадает Понятно, что он попадает на край кадра Что там край кадра его тянет, там, безобразным образом Что там геометрия, конечно, на краях там такая Все растягивает, капитально просто тянет Чем дальше от центра, тем сильнее начинается эффект растягивания Но это круто, это круто, это дает какую-то динамику Сцену, вот эта вот гиперусиленная перспектива Практически вот я по парку ходил В основном я снимал на 16, иногда на 35 переключался Ну, там, в диапазоне зума от 16 до 35 крутил И, ну, в основном, конечно, мне хотелось именно 16 мм Потому что то, что я вижу глазами и то, что я вижу через камеру Это две абсолютно разные вещи То есть какие-то обыденные, простые какие-то линии, предметы То есть предметное пространство искажается И перестает быть обыденным, привычным, серым, унылым То есть ты как будто попадаешь в волшебный мир при помощи ширика То есть, видимо, вот насколько я изголодался По необычной какой-то картинке Естественно, если я начну каждый день шарашить, ходить на ширик Мне это приезд И со временем я уже буду это все такое смотреть, листать Так, так, было, знаю, ага, видел там Ничего удивительного, все как всегда Но сейчас, поскольку я до этого долгое время снимал В диапазоне 35-85 То есть у меня было два объектива 35-85 И, по сути дела, я до сих пор продолжаю снимать 35 Ну, на полном кадре 35-85, даже 135 То есть я даже еще более угол сужаю То есть еще более в теле диапазон ухожу На портретах То, естественно, для меня Было необычно Резко так перехлопнуться На такой широкий угол Что у меня просто какой-то детский восторг Знаете, как с игрушкой с новой И вот, соответственно, я ломанулся Пытался, конечно, снимать людей Немного еще стеснялся Совершенно незнакомых Но я понял, что на самом деле Самые клевые, наверное, фотографии стритовые Должны именно получаться в диапазоне от 16 до 35 Никакие нахрен 50 миллиметров Хотя 50 миллиметров это классика Почему бы и нет Но никакой не теле диапазон Никакие не 85, не 135, не 200 Да, с ними психологически комфортно Люди тебя не видят Не ощущают то, что ты снимаешь Но и пространства вокруг нет Нет ощущения погружения Понимаете, погружения События С 16 миллиметров Вот ты находишься впритык от человека Буквально чуть ли ему не дышишь В лицо И это круто И причем и человек присутствует в кадре И пространство присутствует в кадре И еще, ребят, фишка Ну, всем известен такой фактор Что как бы эмпирически длина выдержки Наиболее такая длинная выдержка Которую можно удержать с рук без шевеленки Плюс-минус равна фокусному расстоянию В эквиваленте 35 миллиметров Который ты снимаешь Условно говоря, если я снимаю на 35 миллиметров То с рук можно удержать там 1,30 секунды Да, ну там условно говоря Как-то так, да Может быть там Нет, 1,30 пускай Да, если я снимаю на 85 миллиметров То с рук можно удержать там 1,80 секунды Ну или 1,00 уж точно Если на 135, соответственно Там 1,125 секунды То, что касается 16 миллиметров То я, в принципе, удерживал 1,10 секунды И это было круто То есть, ребят, 1,10 секунды Это та выдержка Которую я, в принципе, удерживаю с рук Ну, так сказать Удерживаю Ну, не для коммерческого использования А иногда Один раз даже на 1,8 Получилось вообще просто Там шерсть Все, там все видно было И прикол какой На этой выдержке Если модель не бегает Не прыгает И не шевелится А просто стоит там Что-нибудь в телефон втыкает Там или еще что-то Ну, можно снять Что модель будет Четкая Ну, резкая в смысле А весь движняк Если сзади ходят люди Текет вода Там проезжают автомобили Все это, естественно, уже размазывается Строплю, нет Все это размазывается И в кадре появляется дичайшая динамика То есть, это прикольно Во-первых, сам широкий угол Придает больше пространства Плюс Размазанность вот этого Или даже если модель Что-то рукой там шевелит Немного двигается То есть, вот эта вся ее смазанность Это тоже очень классно Это раз Второй еще момент Который мне Прям я заценил Это если поджимаешь диафрагму Даже уже на 5,6 Наступает просто Блин Ну, возможно Там не расчетный гиперфокал Гиперфокальность Но Так я на глаз прикинул Короче, да Чуть ли не от От метра от меня И до бесконечности Все уже в принципе Картинка очень-очень читабельная В этом отношении То есть, это очень широкий грипп И как бы для стрита Это просто огонь В том плане, что Если даже ты не успел сфокусироваться Или фокус куда-то лупанул Немного не туда Да, блин, насрать Потому что все равно Та сцена, которую ты хочешь захватить Скорее всего у тебя поместится И будет нормально все читаться Вот Ну, а что еще рассказать Картинки можно показать Которые я наснимал Ни на какую шедевральность Я там вообще не рассчитываю И вообще это не обзор Это я не знаю Это просто Скажем так Делюсь, наверное, эмоциями Картинки я покажу К такому вопросу подходя Миша попросил меня Посравнивать Типа 16-35 2.8 С 35-кой 1.4 Sigma Естественно Ни хрена я этим Не занимался Я занимался только тем Что просто щелкал на 16-35 Он еще говорит Потом я ему пишу Говорю, блин, поснимал Так, говорю, в выходные Говорю, в воскресенье Прямо в душе оттопырился Он говорит, это самое Как тебе цвет? Типа, ну, он мне говорит Мне цвет не нравится Как тебе цвет? Я говорю, да я в цвет вообще не снимал Я в ЧБ щелкал Просто прям Поливал Говорю, мне вообще Как-то до цвета Не было Никакого этого Дела Не был вот Угол И то, как меняется мир Хотя в целом Там какие-то кадры Я пытался делать в свете Но я не скажу Что мне цвет Каким-то показался Особо там Плохим Но Миша сказал Я сейчас серьезно Для стрита Для стрита Для каких-то вот таких Неожиданных моментов Стрита Неожиданных моментов По поводу еще По поводу еще Самого этого объектива По поводу Там резкости Резкость-то понятно Как бы Как там Предрассудки буржуазии Как сказала Кортье Брессон Но тем не менее И в том числе Я не исключение Многие на это дело Вот Так вот С этим У этого объектива Как мне показалось С открытой По крайней мере По центру И по какой-то Центральной области кадра Ни никаких проблем нет На 2.8 Он виньетирует Что на 16 Что на 35 Такая приличная виньетка Где-то уже на 4 Она На ступень прикрытую Там уже почти ее незаметно На 2 ступени прикрытые До 5.6 От нее уже Вообще не остается Никакого Слуху-духу На хроматические аберрации Я его не смотрел Не проверял Да и с другой стороны Это как-то мне Не особо парило Потому что в ЧБ Опять-таки Какие там Какие там Ха могут быть Ну так только Какие-то просто Типа в виде нерезкости Может быть Какое-то по краям Но я не заметил Объектив резкий С открытой Как я уже говорил Более того Этот объектив Роненный Ремонтированный Причем это уже Второй случай У Кэнонов Про который я Вот слышал И одному был Личный Ну Лично свидетель Скажем так В Москве когда был Гостил Жил И снимал По работе Там Девчонки Со штатива Короче Рухнула камера Вместе с 24-70 2.8 И Суть была какая Металлический Байонет Остался в камере А все остальное Вместе со шлейфом И всем таким Блин Выломалось и улетело Все это дело Там склепали Спаяли Собрали Склеили И вроде как И вроде как Оно работает То же самое Вот с этим Объективом То есть Жил он Не тужил Потом оказался Не в том месте Не в то время Как говорится И там его тоже Случайно Так слегка Пинанули штатив Или толкнули Или там Запнулись Об него И короче Сядь конструкция Вместе с камерой Рухнула И получилась Та же самая Ситуация Байонет Остался В камере А сама Вот эта Оправа Объектива Соответственно Вырвалась Ее Также заделали Заклепали Все это сделали Как говорится На совесть Но самое интересное Миша говорит Что после этого Резкость у этого Объектива Только возросла То есть Если до этого У него Была неравномерная Резкость По полю кадра Ну видимо Может какой-то Блок линз Стоял с перекосом Или еще что-то То есть Один угол Был более резкий Другой угол Был менее резкий Ну для Зумов Да и не только Для зумов В принципе Для объективов Такие дефекты Попадаются нередко То есть Это какой-то Перекос Какой-то линзы И соответственно Неравномерная Резкость По Полю кадра Соответственно Кривоватая Такая Линия гриппа И все такое Так вот Видимо После удара Может у него Мозги вправились Или еще что-то Короче Стал просто Резкий резь Да Вот такая вот Бленда у этого Объектива смешная Такая же Как у 1740 То есть Не знаю Работает она Или нет В реальных условиях Ну Кстати Объектив ловит Зайцев Попрыгается При попадании Прямых солнечных Лучей Зайчик ловится Красивый Такой Кайфовый Зайчик Покажу Если на Снимки Сейчас буду Показывать Там должны Где-то Вы его Увидеть Может быть Вот Но Фишка в том Что объектив Не слепнет Снимал я Кстати Там Михаил Накрутил Фильтр Он не признает Крышки Эта крышка Уже на объективе Моя стояла Он крышки Не признает Он просто Тупо Фильтр Наворачивает И Видимо Оперативно Ему так Достал объектив Он уже Готов к работе Единственное Конечно Это все Наверное Пачкается Все равно То есть Без крышки Там Где-то Пальцами залезешь Где-то Еще что-то Там попадет Ну Это Как бы Его фишка Его тема Я лично Наоборот Фильтр Нахрен Скручиваю С оптики Мне кажется Что они Ухудшают Картинку Они дополнительно Дают Засветку Блики Какие-то В общем Я Не сторонник Снимать Через Объектив Снимать Объективом Через Какое-то Стекло Дополнительно Это По мне Это Как Через окно Снимать Грубо говоря Есть окно Ты через окно Через стекляху Какую-то Снимаешь По мне Так это Кайф Не добавляет Картинке Поэтому Я обычно Наоборот Скручиваю Всякие фильтры Убираю Даже если Стекло Мне достается С фильтром И закрываю Крышкой Храню С крышкой Вот Вот Кстати Видео На него Попробовал Поснимать Там Скрипач В парке Есть У меня Даже есть Видео С ним Выложенное Я Как умный Маша Там Сделал Моську Такую Типа Я такой Оператор Такой Включил Стабилизатор Верпихи Цифровой И такой Знаете Иду Такой С камерой Такой Расширяю Когда я снимал Мне почему-то Казалось Что мои движения Такие Крайне Плавные Крайне Аккуратные Я весь Такой Тягучий Как вода Такой Думаю Видео Что ли Заняться Получается Сейчас Я вот так Зум Круто Но Сейчас Я вот так Облёточку Сделаю Домой Пришел Включил Мама Дорогая Там Просто Копенгаген Там Все Вот так Трясется Несмотря На то Что Стабилизатор Иду Вот такой Как Медведь У меня Камера Вот так Короче Жесть Загнал Это все Дело В Премьер Включил Там Этот Варп Стабилизацию Просчитал Он у меня Это И там Просто Фишка Спецэффектов Не надо То есть Да Теперь Картинка Плавно Двигается И Задний План Он Весь Вот так Как Кисель Уводит Что-то Я уже С тем И сошел Короче Для Видео Объектив Кстати Слышно Как шумит Его моторчик Чуть-чуть Там Уземовский Ну дергает Фокус Бывает иногда Чуть-чуть Особенно Если я вот так Делал камеру На себя От себя Всякие Такие вещи Быстрые Тогда Да Там Был Такой Звук Но С другой Стороны Если плавно Двигаться Плавно Он двигается Почти бесшумно Опять-таки Писать звук На Внутрикамерные Микрофоны Ну это Я считаю Возвращение Даже Такой Лабух Я то через петличку Стараюсь это По возможности Делать Когда нет возможности Тоже пишу на камеру Ну все Чем еще А да В итоге Как это Резюме Резюме надо Ко всему Какая мораль Мораль всей сказки Такова Мораль всей сказки Такова Даже если у меня У тебя Мой дорогой Дружище Есть 35 1.4 То не думаю Что все вообще В шоколаде И более широкий угол Будет излишеством Думаю нет Думаю все таки В загашнике Где-то стоит иметь Что-то и пошире И пошире Ну а там уже Фикс это будет Или зум Тут выбирай сам Я вот сначала Говорю склонялся К версии Что это будет Фикс 20.1.8 Или даже Может быть Что поширее Там какой-нибудь Там Не знаю Там Зенитар Или как-то Как-то там Сам Ян Какой-нибудь Мануальненький Да 2.8 У них есть Там такой Правда с этим С дисторсией Видеоусов Говорят Но ее почти Незаметно Если там Не ковыряться Не приглядываться Не снимать архитектуру Не снимать интерьерку А вот именно Что-то стритовое Такое Вот Ну короче Подумал о каком-либо Фиксе Широком Да А сейчас уже После того Как я 16.35 Поюзал И знаете Это любовь С первой ложки Это как бы Кайфовое стекло Резкое С открытой Даже В своем роде Есть у него Бакэс И совсем уж Близко снимать Кого-то Да То И задний план Относительно далеко То есть Бакэшечка Все как надо Размывает Вот То я вот Начинаю склоняться Что несмотря на то Что есть 35 16.35 Мне бы Пожалуй Не помешало Но я понимаю Что Бр-бр-бр-бр Я губу раскатываю Уже чересчур Это уже наверное Чересчур Губораскатательство И вылазивание Из рамки Каких-либо Разумных бюджетов И поэтому Скорее всего Это будет Не 16.35 2.8 L2 Которая стоит Так-то Нихера Немало Даже на вторичке А будет что-то Более бюджетное Но будет Широким углом Тем более Я заметил Что на 2.8 Я снимал Собственно На этой линзе По большому счету Только тогда Когда мне Тупо не хватало Света Это уже ночью Там я в парке Снимал Там Я просто боролся Там За каждую Каплю света И там уже Да Там было 2.8 Без вариантов А когда был день Я там Что-то снимал На 4 На 5.6 Задыривался И меня как бы Не ломало Что там Ну на ширике Баке Это как-то Знаете Особенно Такое явление Не главное В жизни Так сказать Как по мне Там 2.8 Это не из-за Баке Больше интересно Или там Из-за того Что просто Действительно Светосила Увеличивается Тебе надо Меньше ИСО ставить Там соответственно Меньше Длине Короче Выдержку Можешь поставить Там если Все такое Вот И что я думаю Какие варианты Могут быть Возможные Для рассмотрения Это 17.40 Элечка Четверка Да Но По ней У меня не совсем Однородное Такое чувство У меня она была На кропе И на кропе Она мне честно говоря Не очень нравилась Какая-то она такая была Ни рыба ни мясо Плюс на четверке Как мне казалось Не всегда Не на всех фокусах Там у меня прям Резкость была То есть надо было Зажиматься до 5.6 Чтобы Ну такая Она уже прям Резкость А может быть На полном кадре Она наоборот Будет прекрасно Себе чувствовать На 4 Может экземпляр Был не тот Может еще Что-то было не так Короче Что сейчас гадать Сейчас надо брать Смотреть Проверять И второй Возможный вариант Это Токина Вот что Что от Токина Умеет делать ширики Она это доказала И на кроп Ну там 11.16 2.8 Просто охрененное Стекло для кропа Блин Она это доказала На 16.28 2.8 Для полного кадра Единственное Стекло конечно Лупоглазое до ужаса Кто знает О чем я говорю Это то что Туда Там встроенная бленда И нельзя не поставить Никакой светофильтр Вперед Потому что Ну все Там пипец Там земля В униминаторе Глобус Короче Из объектива Торчит Просто тупо Вот Но с другой стороны У меня сейчас Теперь есть РП РП у меня сейчас Есть Если я когда-нибудь Там я не знаю Сдам все бутылки В квартире Продам одну печень Печень не продает Почку Продам одну почку И куплю себе Переходничок Фирменный С РФ На Е Ф В который Вставляются Фильтры То есть И тогда Мне вообще Он будет посрать Я могу любые Объективы использовать У меня для этих Любых объективов Будут они и те же Фильтры Которые будут находиться С задней стороны Линзы И это очень круто Экономно Но сам такой переходник К сожалению Стоит пока Негуманных денег Но у Коли Я уж решил Оставаться на беззеркальной Системе И пока что Скрипя сердцем Я не изменяю Кэнону Хотя у меня Никон со своим Z5 Он прям Блин Я был близок Прям к тому Чтобы изменить Изменник такой Ну вот Ладно В общем Хватит болтать Полетели Мед собирать Ребята Пишите Кто что думает Про все Вот это Про все Эти широбасы Кому они нужны Кто пользует Кто не пользует Как пользует Я думаю На свадьбах Тоже можно Такие Какие-то вещи Снимать Я всегда был Я с собой замечал Когда я сколько Свадьбы снимал Я всегда был таким Фотографом В гробик То есть я Такой Покрупнее Покрупнее То есть я всегда Крупнил план У меня очень мало Свадебных Общих планов А дальних планов Практически почти Не было Чтоб там молодые Такие вот Махенькие Где-то там гуляли Вот Ну я соответственно Одно тянуло За другим У меня не было Таких свершириков Я не снимал Такие планы И наоборот Я не снимал Такие планы Никогда Меня не тянуло На такие планы И как следствие У меня Не было желания Покупать Такие вот Широкоугольные Объективы Все Я вообще Уже конкретно Просто меня несет Ну вы наверное Видите Меня несет Потому что Это эмоция Это эмоция Все Всем спасибо За просмотр Ставьте ваши лайки Да Ставьте мне лайки Хватит мне дизлайки Ставить уже в натуре Сколько можно Блин Я тут стараюсь Как могу Вот Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Я может быть Еще когда Что-нибудь Буду говорить Тут рассказывать Добавляйтесь Друзья вконтакте Там мой Контакт будет внизу Инсту там Доставлю Что-то давно Я этого всего не делал И Все На этом я с вами прощаюсь Друзья И сейчас включу Фуф Фотографию Как их называют Фотографию Фотографию Включу Полистаю А вы Посмотрите Ну я Я говорю Это Я не гений фотографий Я просто обычный чувак Который просто Неожиданно Для себя Вновь Открыл широкий угол И такой Ходил Такой Все Все Пока Bye Субтитры 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 Субтитры